Очередного водителя с явными признаками алкогольного опьянения выявили столичные автоинспекторы. Прежде чем попасть в поле зрения полицейских, нарушитель спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия. Оказалось, 38-летнего автолюбителя уже неоднократно наказывали за пьяную езду и даже лишали свободы. Однако встать на путь исправления мужчина не соизволил и вновь взялся за старое. Какие перспективы ждут рецидивиста, знает Антон Булаев. Вечером 14 ноября водитель иномарки спровоцировал столкновение с другим автомобилем в Сыктывкаре. На Октябрьском проспекте в микрорайоне Орбита внедорожник не выбрал безопасную дистанцию и протаранил серебристый хэтчбэк, который ехал впереди. Дожидаться приезда автоинспекторов лихач не стал и скрылся с места происшествия. При этом оставил свой оторванный регистрационный знак. На поиски нарушителя направили все свободные патрульные экипажи Сыктывкара. Через час патрульный экипаж ДПС заметил черный внедорожник по улице Кирова. У водителя были все признаки алкогольного опьянения. Выбраться из салона машины без посторонней помощи ему было крайне сложно. Данной автомашиной в момент остановки управлял молодой человек 1984 года рождения, который имел явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского свидетельствия данный водитель отказался. Кроме того, по информации от баз данных ГИБДД стало известно, что данный водитель уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение. Кроме того, можно еще отметить, что он уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии пьянения. Инспекторы составили сразу шесть административных материалов, а после доставили водителя в спецприемник. За побег с места аварии суд поместил нарушителя на три дня под административный арест. Кроме выплаты и ущерба за поврежденную машину, молодому человеку придется ответить по уголовной статье. В 2020 году за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии суд не только лишил фигуранта прав, но и свободы на 10 месяцев. Нужных выводов парень, видимо, так и не сделал и вновь сел за руль. В этот раз приговор, видимо, будет жестче. А это значит, любителю горячительных напитков придется вернуться в места не столь отдаленные на более длительный срок.